При рождении его называли Александром, в народе Невским, а после смерти – солнцем земли Суздальской. Войн и дипломат Александр Ярославович 11 лет правил Владимира Суздальским княжеством. За это время значительно укрепил политические и социальные позиции. Невский прожил чуть больше 40 лет и был погребен в Богородице, Рождественском монастыре во Владимире. Сегодня о гениальном военачальнике напоминает только памятник возле обители. Но этого мало считают общественники. Мы когда-то предлагали назвать Лыбецкую магистраль Александра Невским проспектом, но это не было поддержано. И мы сейчас предлагаем, опять же, наиболее логичный вариант – вот этот сквер. Активисты уверены, сквер возле обители должен носить имя князя. Впереди важное событие – 800 лет со дня рождения гениального военачальника. Масштабные торжества запланированы в Москве и Санкт-Петербурге. Во Владимире пройдут лишь скромные событийные мероприятия. Чтобы исправить положение в открытом письме к властям областного центра, общественники попросили назвать именем Александра Невского не только скверную строящуюся школу в микрорайоне Комунар. И вот это действительно будет ярко, может быть, самым ярким событием стать в истории празднования на Владимирской земле – это в юбилее Александра Невского. Когда будем открывать школу имени Александра Невского. Можно все остальное уже как бы делать так, но вот это обязательно. То есть это вот моя просьба, мое обращение открытое ко всем тем людям, от которых это зависит решение. Чудотворец в таком статусе Александр Невский был причислен к лику святых. Православная церковь канонизировала его в середине 16 века. Из Владимира в Петербург мощь святого благоверного князя Петр I перенес два столетия спустя. Но частицу реликвии оставил и на Владимирщине. Рака с мощами Невского находится и в Успенском соборе, и в Богородице-Рождественском монастыре. Инна служит в обители больше года и о силе этого места знает не понаслышке. Она переехала из Подмосковья во Владимир после чудотворного исцеления от тяжелой болезни ее дочери. Недавно заходили две женщины, и одна рассказала такую интересную информацию, что Александр Невский являлся несколько раз и сказал, поедал о том, что почему вы мне так мало молитесь. Я много могу, а вы мало обращаетесь. Для меня, знаете, тоже как раньше, для меня тоже это был как будто просто герой учебника. Но я приехала сюда и увидела, я почувствовала эту мощь. Сейчас в монастыре идет ремонт. По плану здесь приведут в порядок фасад, гостиницу для паломников и внутреннюю территорию. Недавно были начаты ремонты, реставрации стен храма Родиства Христова, нашего монастыря, монастырской ограды и башен. До конца 2020 года будет оштукатурен и покрашен первый этаж Христорождественского собора, а в 2021 году будут отреставрированы стены и башни обители. Здесь торопятся успеть в срок. До памятных торжеств в честь Александра Невского остались считанные месяцы. В планах большие встречи, конференции и дискуссии. Прошли века, но имя святого благоверного князя Александра Невского на Владимирской земле не забыто. Борис Пучков, Наталья Забнина и Дмитрий Шаталов. Губерния 33.